Привет всем красивым людям! В ближайшие 20 минут только позитивные летние репортажи от команды Beauty Time TV. Мы начинаем! Спонсор программы – профилактическая терапевтическая клиника «Формула». Тачка за прокачку – проект, который меняет фигуры, а в конечном счете и судьбы людей. С какими результатами закончился очередной сезон проекта – смотрите прямо сейчас. Мотивация, спорт, диета и правильное питание – те слагаемые, которые так необходимы в работе над своим телом. Сегодня участники проекта «Тачка за прокачку» бросили вызов своему привычному образу жизни, чтобы проверить себя, похудеть или набрать мышечную массу, а также получить главный приз – автомобиль. Стиль финального шоу в каждом сезоне свой. На этот раз организаторы удивили всех форматом караоке. Сегодня у нас финал шестого сезона проекта «Тачка за прокачку». Буквально, вроде бы, первый сезон, финальный несколько лет назад, и сегодня уже шестой сезон. И сезон яркий получился, интересный, сочный, довольно-таки хороший результат у участников. Я считаю, что те участники, которые пришли сюда за победу, они с победы сегодня уйдут. Те участники, которые пришли потусоваться, они прекрасно потусовались, потому что программа была очень насыщенная. Этот сезон, в принципе, особенно тем, что параллельно у нас стартанул и Урал, и Южный регион в городе Сочи. У нас также сейчас идет сезон проекта «Тачка за прокачку» и в следующее воскресенье финал уже там. Самый главный критерий выбора победителя – это результат. Это самая главная особенность проекта. Ни в одном проекте в России нет такого формата выбора победителя. У всех либо голосование, либо смс-ки, либо что-то еще. У нас конкретно это результат. У кого самый высокий процент реализации цели, кто круче всех, кто-то забирает главный приз. У нас тренировки были очень веселые, скажем так, разнообразные, но отдыхать я никому, конечно, не давала. Никто из тренеров не позволял какие-то долгие передышки, скажем так. Очень дружно, скажем так, когда особенно групповые были тренировочки, очень дружно коллектив был в принципе сплоченный, можно назвать. Те, с которыми имела честь я поработать, я очень привязалась к девочкам, и мне безумно понравилось общение с ними, их настрой. Мне понравилось, что, кстати, именно в этом проекте настолько были заинтересованы стать на гвозди, испытать новые ощущения участники. И они все делали, все, что я им говорила, и мне было приятно очень с ними работать. Специалисты утверждают, для того, чтобы сформировать привычку, требуется 21 день. А чтобы полностью перестроиться и окончательно изменить свою жизнь, необходимо гораздо больше времени и усилий. Все это у героев проекта имеется, а потому многие из них пришли сюда не в первый раз. В тачке третьей, ну, как бы, новое знакомство, новые люди, новое тело. Во-первых, стало легче. Вот, когда вес все-таки меньше, становится легче, да, и для себя, и, ну, как бы, телу легче вообще. И чувствуешь себя лучше. Мои результаты, результаты, минус 23 килограмма, минус 15 килограмм жира. Поменялась моя жизнь на 100%, на 180 градусов. Я очень довольна проектом. Проект для меня как праздник. Просто праздник. Я очень рада, что я участвую в этом проекте. Я участвую второй раз в проекте. Я была в первой тачке за прокачку. Сейчас в шестом сезоне. Конечно, я хочу дальше продолжить. В этот раз уже конкретно, потому что первый раз я забросила. Я похудела в том проекте тоже на 13,5 килограмм. Ну, и бросила. А в этом проекте я решила конкретно идти до конца, до своей цели. Диплом вручается победителю проекта «Тачка за прокачку» шестой сезон. Красивая борьба. Елова Евгения! Я уже второй раз участвую. Я прям шла к этому. Если честно, пришла сюда за победой конкретно. Ну, эмоции. Я просто была уверена, что я победу. Я не знаю, как описать свои эмоции, но это очень круто. Следить за собой совсем не сложно. Основная трудность – поменять образ жизни, облегчить рацион и усилить нагрузки. Но, как показывает история этого проекта, главное – правильно себя замотивировать. Кстати, регистрация на седьмой сезон уже открыта на сайте «Тачка за прокачку.рф». А в качестве мотиваторов выступают три серьезных приза. Автомобиль, сертификат на услуги пластического хирурга и путешествие в жаркие страны. Для того, чтобы привести себя в форму к пляжному сезону, раньше необходимо было заранее садиться на диету. Сегодня к этому процессу подключаются массажисты и косметологи. Одна из методик коррекции фигуры в продолжении выпуска. Современные стандарты пляжной моды выдвигают очень высокие требования к фигуре. Мало быть просто стройным, важно еще, чтобы кожа была подтянутой и упругой. Помогает всего этого добиться вакуумно-роликовый массаж. Вакуумно-роликовый массаж – это процедура, направленная на коррекцию тела. То есть цель курса – улучшение контуров тела, уменьшение целлюлита, проявлений целлюлита и улучшение обмен метаболизмом. Ролики работают по схеме схватывания подкожно-жировой клетки, то есть он ее разбивает. Тем самым уходят объемы и улучшается тургор кожи. Пациенту предлагают специальный комбинезон, который обеспечивает скольжение насадки по телу, чтобы складки лучше захватывались вакуумом и прорабатывались роллерами, не травмируя кожу. Интенсивность работы аппарата регулируется. Важно, чтобы не было болезненных ощущений. И, как показывает практика, каждый следующий сеанс сила вакуумного воздействия обычно увеличивается. Сила вакуума регулируется. Конечно, если пациент пришел первый раз, то мы делаем среднюю мощность. И потом постепенно, постепенно мы увеличиваем. Акцент делаем на проблемных зонах. Это зона живот, бока, зона галифея, ягодицы. Кроме стандартных противопоказаний, LPG стоит избегать при варикозе второй и третьей степени. В среднем курс состоит из 10-12 процедур, которые проводятся 2-3 раза в неделю. Продолжение следует... Сеть салонов одежды «Априори». Более 20 известных брендов из Германии. Регулярное обновление коллекции. Размерный ряд с 44 до 60. Сеть салонов «Априори». Одеваем женщин уже 15 лет. Проспект Ленина, 71. Труда 166. ТРК Горки, второй этаж. Это «Бьюти Тайм» – программа о красивой жизни и ухоженной внешности. Продолжаем выпуск. Летний макияж – это особый жанр мейкап направления. Долгое время летом на отдыхе вообще считалось неуместным пользоваться косметикой. В наши дни выглядеть хорошо важно всегда. Главное не забывать при этом о необходимости соответствовать ситуации. Об особенностях летнего макияжа рассказывает визажист Регина Юланова. Я буду использовать светоотражающую базу для того, чтобы не перегрузить кожу тональными средствами. В дальнейшем буду использовать консилер. Это более плотное тональное средство, которое обладает более увлажняющими свойствами, чем, например, корректор. И он используется в зону под глаза. Вообще на уроках макияжа для себя часто разбираем косметички. И очень много девушек имеют в своих косметичках такие продукты, которые, так скажем, не являются базовыми. Это так же, как в гардеробе, когда у девушки имеется несколько вечерних платьев, но нет каких-то базовых вариантов. Под вечерними платьями я имею в виду какие-то варианты с вечерних таких оттенков тени. Нет, допустим, элементарных средств для бровей или для контурирования лица, которые просто необходимы. В летнем варианте для бровей я бы использовала либо прозрачный гель, либо немножко с тонирующим эффектом, но не слишком плотной текстуры. Сначала я с помощью щеточки приподниму такими. Очень важно соблюдать такое правило движения кисти для того, чтобы приподнять волоски и добавить бровям столь желанный объем. Буду использовать такое очень интересное средство. Это жидкие румяна. Их еще можно использовать как блеск для губ. Нанести и очень-очень-очень быстро сразу это растушевать. Так как эти текстуры очень быстро впитываются в кожу, можно создать некрасивые пятна. Можно растушевать прям пальцем. Нам не нужны четкие границы. Это создаст впечатление объема. Также эти румяна можно нанести и на веки. Прямо на серединку. Это добавит свежести нашему макияжу. Далее мне понадобится сухой бронзер и пушистая кисть. Бронзер это такое средство, придающее лицу эффект загара. Очень важно нанести его равномерно и не наполосить. Я вбиваю продукт в кисть и немножко стряхиваю, для того, чтобы слетели крупные частицы. И нам удалось нанести бронзер очень мягко. Я наношу на зону скул. Очень легко. Это не контурирующее средство. Бронзер нужен для того, чтобы придать лицу легкий оттенок загара и освежить. Современный макияж не обходится без такого средства, как хайлайтер. Это пудра с ярко выраженными светоотражающими свойствами. Я наношу хайлайтер на зону над скулами. На зону под бровь. Очень важно не на всю зону под бровь, а только под косточку. В этой части, где бровь спускается. На внутренний уголок глаза. Также можно поставить блик на верхнем веке, прям над зрачком. Также галочка над губой. И еще мне нравится легкий блик в середину подбородка. Сейчас на полках современных косметических супермаркетов нередко можно встретить такое средство, как фиксатор макияжа. Его можно использовать в конце макияжа. И также можно использовать даже как базу. Итак, наш летний макияж готов. У нас сияющая кожа, красивые объемные пушистые брови, легкий румянец, нежный оттенок загара и чувственные губы. Вы смотрите Beauty Time. Далее в выпуске несколько идей для обновления сезонного гардероба. Стилисты, которые часто говорят о базовом гардеробе, в холодные месяцы под этим подразумевают черные или темно-синие элементы, а летом им на смену приходят белые, бежевые и молочные цвета. Белый верх и белый низ летом актуальны всегда. В нынешнем сезоне приветствуется игра фактур и немного блеска. Брюки молочного цвета, в отличие от белых, более универсальны в плане сочетаемости, поскольку нет необходимости подбирать два одинаково чистых оттенка. Составляя комплекты, можно двинуться в сторону кокетства, этнического, спортивного или романтического настроения. Версия для прохладной погоды также желательна с участием светлых брюк. Именно они олицетворяют собой летний гардероб, каким бы ни было это лето в действительности. Элегантный дизайн новой коллекции и неизменно высокое качество, за которое вам так нравится польская одежда. На Пушкина 65 и Сони Кривой 30. Летний день одной цены в Тессуре. Жаркие цены на часть коллекции ткани. Салон ткани Тессура на Тибирязьево 26. Вы смотрите Beauty Time, программу о том, что делает нашу жизнь яркой. Продолжаем выпуск. Молодая художница Полина Ускова пишет картины с раннего детства. В художественной школе не сразу сложились отношения с академической живописью. В последствии именно эти знания помогли сформировать свой собственный стиль. Это и отчасти реализм, это и сюрреализм. То есть в моих работах есть какие-то неожиданные ходы, например, деревья с красными стволами. То есть в жизни мы такого, естественно, не увидим. Но если присмотреться и немножко расширить свой взгляд, об этом, собственно, и выставка, то можно это увидеть. Разные оттенки одного знакомого цвета. Идея собрать выставку возникла после необычного путешествия в глухую деревню, где нет связи и интернета. Конечно, у меня большие амбиции. И мне хочется, чтобы эта выставка была первой, но уж точно не последней. И да, хочется, наверное, хочется больше даже не признания, а творческий коллектив. То есть больше вот этой художественной тусовки. Я продавала свои картины, да, у меня был такой опыт. И сейчас это выставка продажа. То есть любую картину можно приобрести. И я всегда рада, когда у меня появляются какие-то поклонники моего творчества, заказчики, клиенты. То есть я не против этого, но это не моя цель. Мне просто приятно это делать, а уже коммерческое развитие — это просто приятный бонус, который либо есть, либо нет. Я вообще не ходок, в принципе, по галереям, но это просто какой-то новый опыт для меня. Но мне нравятся всякие экспромты, всякие интересные вещи, ну и просто движухи какие-то. Люблю, уважаю искусство. Мне очень нравится живопись. Так как тут, получается, выставка картин с преимущественно пейзажами, то, наверное, я бы подарила ее какому-нибудь очень близкому человеку, наверное, либо маме, либо бабушке, и чтобы она их согревала. Это Beauty Time. Красивые подробности красивых событий в формате No Comment в завершении выпуска. Игорь Негода. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Еще больше сюжетов о красивой жизни на сайте bt31tv.ru и на наших страницах в соцсетях. Ищите по хэштегу beautytime, нижнее подчеркивание, ТВ. А на этом выпуск завершен. До встречи. Команда Beauty Time TV благодарит партнеров проекта «Модный дом. Я», студию макияжа «Френды» и медстудию Елены Ивановой. Субтитры сделал DimaTorzok